Эй, эй, здравия, дорогие друзья, намастэ, а сижу сейчас и пью свой чай после, в кафетерии, после паёвочки, и почему? Мысль мне пришла такая, поскольку сейчас у нас период идёт такого COVID-19, да, так называемый коронавирус, новый коронавирус-19, и у меня возникла мысль, насколько вы, насколько я чувствую себя свободно, вот находясь в публичном месте, кашлять, я это, ну, я специально это делаю, или чихнуть вы хотите, да, то есть помните, друзья, кстати, чихать и кашлять нужно в локоть, не так вот, что это не помогает, а вот именно в локоть и кашлять и чихать, да, то есть это более, ну, и, конечно же, носите маски, маски, да, когда вы в публичном месте. У меня к вам вопрос, насколько вы чувствуете себя комфортно делать, вот вам захотелось покашлять, неважно, почему, может, вы что-то вы кушаете, как я сейчас кушаю спайси-фут, и индийский спайси-фут, он такой особенный, всегда, да, очень, ну, захотелось кашлянуть. Чувствуете ли вы себя комфортно, вот кашлянуть в таком месте, когда сейчас вокруг тебя люди боятся, что вокруг вам кашляют, сможете ли вы это сделать комфортно? Ответьте себе на вопрос. И в моем понимании это просто сигнал о том, насколько ты уверен в себе, насколько ты уверен в себе и не боишься проявить себя в том виде, какой ты есть. Честно скажу, вот три дня назад, три, четыре дня назад, когда мы сидели вот там вот, кокосы, напротив кокосы бьем, и мне опало что-то в горло, короче, захотелось кашлянуть. И я так сдержал себя, потому что вот эта эйфория, люди там боятся, сторонятся, кто-то где-то кашлянул. Ну, я и сам, в принципе, мы были в одной кафетерии, там мужчина начал кашлять, и я так, мысль такая, так, надо stay away from this guy, stay away. И такие же мысли, что думаю, если я так буду делать, то так же будут смотреть на меня. И вот я позадумывался, насколько вот это хороший тест для того, чтобы проверить себя, насколько ты уверен в себе и не стесняйся проявлять себя в том виде, как он ты есть. При, конечно, уважая других людей, в пространстве, в котором ты находишься, то есть кашляешь, ну, кашляешь в лбу, да, в локоть, чихаешь и так далее. И я не говорю при том случае, когда ты болен, ты знаешь, что ты болен, естественно, должен быть уже в больнице, stay away from the public, да, подальше от людей, чтобы никого не задержать, то есть уважать для других людей. Но вот ты, ты знаешь, что ты не болен, мне просто захотелось кашлянуть. Вот. Насколько ты спокойно можешь это делать, уверенно и не стесняясь, находясь в публичном месте сегодня. Задайте себе вопрос, задайте себе вопрос, как вы себя чувствуете в этом случае. Я уже здесь экспериментировал, я это делал специально, кашлял, чихал, я, в общем-то, я подумал, что это очень важно, вот уметь проявлять себя в полном виде, в котором ты хочешь, естественно, уважая других людей. Я сделал это неправильно, сейчас надо это только вот так вот делать, да. Насколько ты можешь себя проявлять, вот, естественно, в виде, не стесняясь. Мне кажется, это хороший тест того, насколько ты уверен в себе. Друзья, как вы думаете, друзья, вот, если мне захотелось кашлянуть или чихнуть сейчас, если вам захотелось чихать, еще раз кашлять, плохо только, да, насколько вы чувствуете себя спокойно и вам комфортно это сделать, то есть вы не зажимаете себя, не стесняетесь. Вот, в моем понимании, если вы можете спокойно это делать, то вы уверенный в себе человек. Если же вы стесняетесь, зажимаетесь, это явное показатель того, что у вас что-то недостаточно с вашей уверенностью. Ну и, конечно же, наша уверенность заменяется в зависимости от ситуации, от нашего состояния, от окружающего мира, люди, которые вокруг нас. То есть много факторов, влияющих на нашу уверенность. Задайте себе вопросы, и, я думаю, вы найдете много нового узнать о себе, насколько ты уверен в себе и можешь себя проявлять. А ведь это же качество, вот этот простой тест, можно перейти на что угодно. Вы захотели засмеяться где-то, да, вы захотели заплакаться или вы захотели позлиться, вам что-то не нравится. Насколько вы способны это сделать, находясь среди людей в обществе. А некоторые люди стесняются это делать, находясь даже самим собой, стесняются позлиться, стесняются проявить свои эмоции и так далее. Кстати, ребят, помните, пользуйтесь санитайзером, пользуйтесь этой штукой, мойте руки и так далее. Окей, вот, пожалуй, такой вопрос, который я рекомендую задать каждому из нас, для того, чтобы подумать, насколько я уверен в себе, насколько я могу проявлять свои эмоции, не стесняться. И примерно с этим кашлям сейчас с коронавирусом, это просто как пример того, что можно проверить себя. Ну а по жизни вообще задайте себе, насколько вы можете проявлять свои эмоции, свои чувства, свои желания, не стесняясь этого. Ну, естественно, учитывая интересы и благосостояния других людей, никого не оскорбляя, никому не делая больно, можете ли вы проявить себя? С этой прекрасной мыслью я вас отпускаю. С вами Ярослав Мудров-Воронцов, Академия семейных отношений Ведодом и тренинг-центр Green My Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это делать. Радуйся жизни, находи способы расширения простаты, радости, благости и счастья. Друзья, всем хорошее настроение, живите счастливо и будьте здоровы. Сегодня это очень важно. Будьте здоровы. Намасте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова